Что надо, Нуран? Я Шар, дорогой. Хотела предупредить, что вы на месте. А, что случилось? Что могло случиться? Я пошёл к адвокату. Уйдал здесь своего старого начальника. Меня это встревожило. Я вспомнил тот злополучный день. А, по поводу суда, значит, вызвал его адвокат. Хорошо. Может, будут какие-то продвижения? Не расстраивайся, Я Шар. По воле Аллаха, всё надеется, надеюсь. Очень надеюсь, Нуран. Получить бы, наконец, эту компенсацию. Да ладно. Увидимся вечером. Позду трубку. Мама. 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 Мама, пожалуйста. Пожалуйста, иди сюда. Давай спокойно поговорим с тобой. Послушай, я ни в чём не провинилась, клянусь тебе. Если ты выслушишь меня, ты тоже поймёшь, что я права. Пожалуйста. Вечи свои собирай. Возьми, сейчас отправляемся. Мама. Мама, неси чушь, пожалуйста. Ни единого слова не хочу слышать. Делай, что я сказала. Мама. Мама, послушай, я... Влюбилась ты, что ли? Не поняла. Чего ты не поняла, датченька? Ну, ты такая задумчивая, смотришь в стены постоянно. Пришли. Кто должен... О, ну, Ранушка, дорогая. Рада вас видеть. О, рада вас тоже видеть. После вашего автобуса мы сразу же сели и приехали. Я сказала, Кураю, Кураюшка, давай пока не стемнело, мы сразу приедем. Всё правильно, всё правильно. Привет, Элю. Как дела? Что это за поведение, Нуран? Мы сделали доброе дело, а вот ведь такое? Ой, неси чушь, рази. Ей просто здесь скучно, поэтому она такая, без настроения вся. Ну же, матушка, ну же, проходите, я чё сейчас заварю. Давайте, ты тоже проходи, сыночек. Проходи. Как ты, тётушка Назифея? Зачем эти безбожники пришли сюда? Безбожная. Мама, что они делают здесь? Послушай, надо много разговаривать. Иди чай завари. Быстро. И тётю возьми. Слушай, брат, мне только название деревни нужно. Говоришь, не могу сказать. Если тебе так интересно, спроси у её родителей. Я столько играл здесь на бабламе. Как ты, но мы же с тобой поладили. Послушай, скажи мне название деревни. Я не буду говорить, что я от тебя узнал. С дочерью этой девушки произошло недоразумение. Она мама. Ты тоже мама. Вместо того, чтобы поддержать её, ты ещё и горький. И ты тоже не вещь, скажи мне, женщина. Все, кроме Сибель, женщины для тебя. Не надо тему менять. Что тебе нужно от этих людей? Не нравится мне ни мать, ни дочь. Понятно. Ты ответ получил. Почему, Сибель? Что они тебе сделали? Эта женщина ради трёх лучшей приходит здесь и убирается. А её дочь просто хочет учиться. Да, оно видно. Мы её намернее на видео увидели. Не опускайся в моих глазах, Сибель. Ладно, не суть. Пусть берёт свою дочь и возвращается в свою деревню. Не подходят они под критерии наших людей. Вот как? Знаешь, что я тебе скажу, Сибель? Пока я буду находиться здесь, а сын останется в этом вузе. Никуда я её не отправлю. Какая тебе разница? Какая тебе разница? Ты её мама или, может, отец? Я её учитель. Боже. Мама. Мама, пожалуйста, не поступай так. Я им в чём не виновата, а ты играешь с моим будущим. Мама, пожалуйста, не делай так. Я же хочу учиться. Мама, ты меня слышишь? Чемодан собирай быстро. Мама, ну, пожалуйста, не поступай так. Ну... Я не хочу уезжать отсюда. Тогда не надо было мне врать, аслам. Не надо было нас прелюдно позорить. Надо было нормально учиться. Поставьте нас в покое. У нас так был ужасный день. Пожалуйста. Госпожа Хэдия. Прошу вас. Это видео не я загрузил себе в профиль. Не стоит даже говорить об этом. Это-то я понимаю. Не такой ты человек. Но... Ты мог быть сдержаннее. Так посреди вуза. Но нехорошо. В тот момент я делал то, что шло из моего сердца. Что записал, что выложил, не знаю. И понять не могу. Сынок. Кто бы это видео не записал? Он не насолить хотел. Да этот человек тебе враг. Кто-то уничтожить тебя хочет. Но кто? Не знаю. Но я найду. Найду этого человека и я читаю. Я пришел сюда, чтобы ты одна тут не скучала. А я и не скучаю. Хотела бы ты жить в таком месте? А? Среди цветочков, деревьев. Бабочки летают. Рядом с тобой. Твой преданный муж. Детки играют. Брат, одного желания мало для этого. Надо сначала найти себе нормального мужа. Знаешь, как говорится, по возрасту, достойного. Не так? Дорогая, при чем здесь возраст? Главное, что любил тебя. Мне кажется, этого достаточно нет. Я хочу такого же раздражительного, как я. Чтобы мы до вечера с ним ссорились прекрасно. А что, по другому жизнь пройдет, что ли? Знаешь, ты стыдишься немного. Застенчиво, но голова у тебя работает хорошо. Мы с тобой очень похожи. Да. Это так. Ладно. Я пойду маме, помогу с готовкой. Нет, ну почему отец идет и разговаривает с этой девушкой? Какая ему разница до ослым? Увидел же он незащищенных. Пошел защищать. Не сдержит себя. Боже мой. То есть он поговорит с мамой ослым и отговорит их уезжать, да? Мама. А если у него получится? Получится что? Отговорить маму ослым. Что, зря мы этот план затеяли, да? Не надо каркать. Не случится такое. Она упертая, как коза. Не остановит ее твой отец. Ты видишь, как она с ума сошла? Нет, нет. Если она не задержится. Уедет. Вот увидишь. Госпожа Хидия. Вы представьте, что вы пережили до регистрации ослым в университете. Какие сложности вам пришлось пережить. Все из-за этого бродяги Узана. Мне кажется, не надо из-за вашей ярости портить будущее дочери. Ослым мой лучший студент. И по другим предметам тоже хорошо она занимается. Из-за невинного поцелуя не надо обижать свою же дочь. Из-за невинного поцелуя? Может, по понятиям этого комплекса это может быть невинный поцелуй? Но я так не считаю. К тому же, все за невинным поцелуем может пойти что-то более жесткое. Разве не так? Какими-то может разбить сердце? Привести к одиночеству? К беспомощности? Вы даже не забывайте это, господин Тарек. Хидия. Не делай этого. Не уничтожай жизнь своей дочери. Жизнь моей дочери. Моей дочери. А ты кто? А? Кто дает тебе право решать? Я ее учитель. Я не позволю тебе из-за ярости разрушить мечты моей самой любимой студентки. Самой хорошей. Из-за глупости у зала я не потеряю ослым. Это видео было загружено из вуза. С вузовского компьютера. Но у меня хотя бы есть доказательства. Не знаю, конечно, кто загрузил его, но... Это я тоже скоро узнаю. Что нужно? Что тебе надо? Есть важное продвижение. Меня не волнует. Послушай, я прошу тебя только, чтобы ты больше не появлялся у меня в жизни. Вот и все. А с нами не клади трубку. Послушай. Я могу доказать, что не загрузил это видео. Не знаю, кто, но это не я. Могу доказать. Хорошо. Желаю удачи в доказательстве. Я кладу трубку. Нет. Из-за чьей-то ошибки не позволю я тебе мучиться. Как-никак твоя мама достойна знать правду. Я приду туда и поговорю с твоей мамой. Не неси чушь. Послушай, она и так в ужасном состоянии. Не хватало ей твоей глупости слышать. Это не глупости. Я приду, ты сразу все поймешь. Ты опять все уничтожишь. Молодец. Ты отдались отсюда, чтобы Илью тебя не видела. Слушай, ага. Как я тебя в этих горах оставлю, а? К тому же и адреса у тебя нет. Как ты ее найдешь? Это место кажется маленькое. Ну как-нибудь я разберусь. Ну ладно. Ну желаю удачи. Удачи. Увидимся. Сахар, кофе, хлебушек. Где же этот продуктовый был? КОНЕЦ Ну что тебе опять нужно, брат Курай? Я Гресс. Привет, Эли. Учитель? Раз уж ты учитель, береги своих студентов. Где ты был во время этого позора? Ты все еще называешь это позором. Хедия, ты преувеличиваешь. Ты понимаешь, что это слишком близко к сердцу. Мало того, что ты не жалеешь себя, свою дочь ты тоже мучаешь. Да, возможно, я мучаю ее. Ты имеешь что-то против? Может, я не хочу, чтобы она пережила то же, что и я? Может, так вам быть, а? Хедия. Все это ты делаешь из-за злости ко мне. А кто ты такой? А? Кто ты такой, Тарык? Почему ты думаешь, что каждая тема тебя касается? Ты не правильно поступаешь по отношению к детям. По отношению к ослым. И к кузану. И эта невиноватая девушка, из-за того, чего она не делала, всю жизнь будешь жалеть, не смей защищать этого бродяга-гузана мне тут. Не смейте защищать. Извалованный он человек. С тех пор, как он появился здесь, что только с нами не произошло. Аслым, вещи ты собрала свои? Мама, мне очень душно здесь внутри. Я ненадолго выйду в сад, подушу свежим воздухом. Нет, Аслым, вещи собирай. Чемодан. Но Аслым в комнату. Не забывай вот что. Когда что-то касается моей дочери, я принимаю решение. Вот и все. Озан, не смей приходить. Время неправильное. Мама в ярости. Что? В дверях стоишь? Проваливай отсюда. Господа Хадия, выслушайте. Я могу доказать, что я не виновен. Я должен вам что-то показать. Нет, я должен покинуть это место. Уходи, иначе я вызову полицию. Нет, я не уйду. Озан. Учитель Тарык. Я загрузил это видео. И я могу это доказать. Позвольте, я покажу. Господа Хадия, позвольте ему защитить тебя. Если вы будете ни за что его обвинять, вы же будете виноватыми. Господа Хадия, даже жалкий убийца имеет право себя защитить. Вы без особой нужды не приходили бы сюда, к совету директоров? Что такое, госпожа Дырья? Что-то случилось? Вот. Моя проблема. С этим видео за сегодня я в меньшей мере раз 10 столкнулась. Скоро, наверное, это по телевизору покажут. Да. Периодически такие глупости в УЗИ, к сожалению, происходят. Они же молодые. Это не просто маленькая глупость. Вместе с этим видео обсуждают еще и репутацию нашего УЗА. Это может подпортить нашу репутацию. Послушайте, в делах УЗА я не разбираюсь, но как вести бизнес, я знаю. Компания, потерявшая репутация, потеряет и деньги. Я нормально объяснила. Ну а чего вы ждете от меня, госпожа Дырья? Виновников должен судить совет по правилам. Они должны быть наказаны соответственным образом. Но тот факт, что на видео ваш сын меняет ситуацию, совет по правилам интересует ваше мнение. От вас зависит, будет ли проведено расследование. Госпожа Дырья, если бы я предпочел защищать своего виновного сына, я бы не сидел за этим креслом. Не так ли? Если вы хотите, можете попросить их провести расследование. Тут я на вашей стороне. Как ты нашел эти места? Как-то раз, когда мы с тобой говорили, ты рассказал мне о этих местах. Я запомнил и решил попытать удачу. Хорошо, что ты попробовал. Здесь я даже по телефону не могу разговаривать. Отец, увидев наши обнимки, очень сильно разозлился. Вообще, он прав, кто злится. Ведь есть еще кое-что. Это не единственная причина. Они думают, что ты избил брата Курая. Как же так? При чем здесь это? Не знаю, мне тоже это показалось странным, но я не смогла им это объяснить. Отец очень зол. То есть, сложно нам будет, да? И что теперь будет? Я не знаю. Кажется, я еще долго буду здесь. В таком случае, я тоже здесь надолго задержусь. Ну, до твоего возвращения. К тому же, покажешь мне деревню? Конечно, с удовольствием. Пойдем. Яглес, это, ты правда приехал, потому что переживал за меня? Да? Не поговорив с тобой, я начал переживать и сразу приехал. Хорошо, что ты приехал. Сказал, что пойдешь в продуктовый, но все еще не вернулась, Сейлюль. Надеюсь, в этот раз ты ничего не замышляешь. Это видео было загружено с одного из компьютеров лаборатории вуза. То бишь, кто-то зашел на мою страницу и загрузил его. Причем, у меня есть свидетель. Аслым, с 10 до 10.30, где мы были? На уроке госпожи Шеменим. На уроке гражданского права. Поэтому у меня к вам вопрос. Пока я был на уроке, мог ли я из компьютера, который находится в другом здании, загрузить этот ролик на свою страницу? Да. Приношу свои извинения. Ну и что, ролик пропал, что ли? Люди, зайдя в интернет, не видят его, что изменилось? Это я тоже решу. Обратившись в суд, я попрошу это видео удалить. Вот увидите, все забудут об этом, словно этого не было. Я найду виновника. Найду, и он будет наказан. В таком случае не смысла на ровном месте собирать вещи и уезжать в Измир. Господи, я диняю. Тетушка, он рай? А, корай, что такое? Я не могу найти Люль, я отправил ее, чтобы она пошла в продуктовый, но она все еще не вернулась. Боже мой. В продуктовом я спросил, она туда даже не заходила. Что с ней случилось? Пойдем, пойдем, не волнуйся, пойдем вместе посмотрим, пойдем. Давай там посмотрим. Видишь, вот то дерево? Здесь постоянно встречаются влюбленные. И мама с папой после помолвки тоже здесь встретились когда-то. И качели тоже до сих пор здесь висят. Пойдем. Можешь меня покачать? Я-то покачаю. Да, покачаю, но мне кажется, качели старые. Ты уверена? Да нет, ничего не случится. Давай. Нормально все? Ты не ударилась? Нормально все. Эльюль. Эльюль. При одном условии мы здесь останемся. Извиняюсь. Алло. Отныне ты не будешь приближаться к моей дочери. Да, возможно, видео это не ты загрузил, но из-за тебя у моей дочери очень много проблем появилось. Пока ты рядом с ней, я неспокойна. Ладно. Если вы не увезете основа отсюда, то я больше никогда не появлюсь перед ней. Для меня важно, чтобы Афин могла дальше учиться. Скажите, мне держаться подальше от нее? Я буду. Я тебе вовсе не доверяю. А если вы попытаетесь в тайне встречаться, Матушка, пожалуйста, позволь мне учиться. Послушай, я обещаю тебе, я буду тратить время только на занятия. Прошу. Ну ладно. Учитель. Что случилось? Чтобы забраться с вами, будет собран совет по правилам. Маконусает ваше отчисление. Ваше отчисление. Еще хотелось быть . Расс måнику. Расс alimentos. Расс study has Series Wealth присmaan с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok